Здарова! Мы сегодня вместе с вами смотрим новый ролик Долбека, где он будет разбирать все плюсы мультфильма Ральф. Минусы, кстати, мы смотрели достаточно давно. Ролик получился, я уже вижу, достаточно длинный, потому что... Значит, плюсов очень много. Я думаю, знаешь что, там плюсов может быть и много, знаешь что там много, наверное, отсылок всяких. Это же мультик Ральфа, там куча-куча отсылок на всяких там мультики, на героев из игр и всего остального. Короче, погнали посмотрим. Видео наполнено всякими приятными комплиментами и интересными фактами. Фактами, да. Приятного просмотра. Мусы? Даже с мальчиком сильный. А, ну плюсы за адаптацию. Даже лого студии адаптировали под смысл мультфильма. Вау! Не, я-то вспоминаю, как каждый раз в долбе включает заставку Дисней и думает, к чему прикопаться, к чему прикопаться в заставке Дисней. На таблице рекорд отсылает на день рождения самого Волта Диснея. Пятое декабря 1901 года. А, прикольно, пасхалочки. О! Вот это вверх мастерства. Заводские настройки персонажей очень простые. Один ломает, второй чинит. И на основе этих способностей они будут двигаться в весь мультфильм. То подстраиваясь под законы игры в гонки, то наглядно меняя смысл, что хорошо, что плохо, решение небольших испытаний и, конечно, сам финал. Все это просто из простого геймплея простой игры. Вот в Ральфе, как нигде, локализация текста была необходима. И студия это сделала. А, кстати, да, Долбек же по поводу Инканта что-то очень возмущался, что там была какая-то очень плохая локализация. А, знаешь, что ему не нравилось? Песни вроде он сказал плохо локализировали. Что-то вот по этому поводу он говорил, что ему не понравилось, как его Инканта сделали. Кстати, мне всегда интересно, а как студии это делают? Получается, они отсылают всем странам, у которых будет этот мультик прокатываться, дубляторам, специально шрифты эти или как? Или для каждой страны они пишут надписи? Я не думаю, что они отсылают. Ну, а как оно получается так же точно? Есть в конторе, у них работают разные люди. На разных языках, которые делают специально разные надписи? Вот это вот все? Блин, не знаю. Интересно, как происходит. В этих ускоренных кадрах спрятаны миллион пасхалок и два миллиона отсылок на важные сюжетные моменты. Аркады Астурба, которые позже исчезают в центре экрана, конечно же, легенды золотого века аркадных игр. Бакмэн, Астероид, Спейс Инвейдерс и Батлзон. Чем дальше отдаляемся, тем новее игры. А, да, вон они меняются. Смотри, ага, точно. Вообще, мы, наверное, не будем за каждое упоминание ставить классы, ибо тогда у Ральфа их наберется под несколько сотен. А я думал, что здесь из этого ролика стоит. Ну, потому что тут... Он слишком длинный. Так еще потому, что тут же реально очень много отсылок. Тут же прям очень много. Прям куча. А до этого мы ставили классы? Типа, вот, дата, это вот тоже класс, отсылка хорошая. Ну, на отсылки какие-то дабы? Ладно, но больше не будет ставить. Нет, на отсылки да, он сказал, но не на все. Но не на все. К тому же, не забывая о деталях, пару раз показали санитарный день, где свет включен, людей нет и стоит мусорный бак. Ну, и, конечно, мое любимое. Идеально сбалансированный намек на финальный твист. Портрет Ванилопы на автомате сбоку. Как бы мы заметили, но догадаться просто нереально. Закрыть! Ну что, промочим горло у Таппера, Кен. Конец смены! Наконец-то кто-то это сделал. Мультфильм, где все персонажи игр в одной вселенной. Благо, это не кроссовер по типу все персонажи из своих игровых вселенных переместились в одну и теперь вместе тусят. Нет, все аркады... Подожди, а что, разве этого никто не делал? Мне кажется, это очень часто популярно в комиксах всяких по супергероям. Они же любят, наоборот, миксовать всяких там супергероев вот туда-сюда-туда. Нет, ну тут просто совсем разные игры. Это даже не в одной вселенной. То есть, тот же Марвел, это же все-таки все герои только Марвел встречаются. С другой вселенной как бы нельзя. Связано с сетевым фильтром. И все находится в рамках одной аркадной. Все очень просто и прекрасно работает. Конец смены! Ну что, водков, что ли, звучало? Да, вроде бы. Куда мусор звук? Аниматоры Диснея очень постарались, чтобы правильно передать настроение старых аркадных игр и переместить это на большой экран. Квадратные облака пыли, индивидуальные манеры движения разных персонажей. Все так, как и должно быть. Глядишь и думаешь, как же, наверное, классно быть хорошим. Спасибо, Ральф. А, вот оно как. Весь этот вступительный монолог, который очень ровно и понятно все объяснил зрителям, оказался личным переживанием Ральфа, что плавно нас переместило к следующему событию. Рассказать, каково злодеям, которых все игроки не любят вот уже десятки лет. Я зонгриф, я плохой парень. Здравствуй. На доске висит объявление о пропавшей собаке Вольт, а также бумага из короткометра и бумажный роман, которую крутили на примере Ральфа перед... Капец, прикинь, сколько... Это, чтобы заметить, нужно каждый кадр стопать, на самом деле. И знать все эти пасхалочки. Я такой же Ральф. Делал стальной захват за голову и об колено в святку. Я Зангриф, я плохой парень. Скрошил мэнс скол, как сперроэг. Вот интересно вышло с акцентом Зангрифа. В Стритфайтере он русский, то есть у него сильный русский акцент в оригинале, но в русском дубляже ему сделали... Акцент. Восточный акцент. Ну да, да. Такую тему говорите? То есть... Почему? Долбек уже можно. Ну как бы, его нормально, нет? Дубляже. Гуд. Если Зангриф хороший, кто тогда будет делать захват за голову? Зангриф, ты плохой. Но это не означает, что ты негадек. Особой логики я правда не уловил. Это важный момент, ибо нам уже раскрыли суть всего мультфильма. Если злодеи станут хорошими, то кто будет выполнять работу злодея? Это и станет причиной закрытия игры Ральфа, и именно это он поймет и примет к концу своего пути. Хотя сейчас в упор не понимает слова Зангиева. Долгие годы мы звали тебя в группу, но ты все не появлялся. Моей игре сегодня исполнилось 30 лет. Я устал и больше не хочу быть плохим. Вот об этом я говорил в видео по Инканто, что не было конкретной точки, с которой все началось. В Ральфе же это есть. 30 лет игре. Годовщина и праздник стали причиной, где Ральф принимает твердые решения пойти... Что и стало стартом всех сюжетных линий. Отличный план. Отличный план. Привет, меня зовут Ральф. Как же, наверное, классно быть хорошим. Скажу как есть. Я устал и больше не хочу быть плохим. Думайся, друг, по стопам Турбо идешь. Турбо? Я Турбо, раз хочу быть счастлив. Все диалоги картины написаны отлично. Рассказали о канонах вселенной, ситуации у Ральфа и далее к очень важному персонажу Турбо. Это потом будет дальше в мультике этот сюжет, когда он там будет лететь с этим медалькой «Ты мой герой», что он поймет себя, примет свою плохую сущность и что это хорошо, что он злодей. Все в этом суть. Ральф ее не произнес, ведь он еще не готов, но настанет время. Ты поры в этот раз не забыл? С вишенкой, да. Виталий очень радует. Увидеть персонажей других игр в стиле Пакмана, а еще наконец узнать, что же там за границей этой карты. Портал для перемещения на другую часть карты, уборная и выход к центральной станции. Дэм, они легит показали 1-3-3-Т в Ральфе? Так еще и написали Лерой Дженкинс? Окей, this is epic. К тому же есть граффити и король Кэнди, а рядом с стертой граффити Турбо, что уже намекает на финал. Отсылка на теорию про Айрис из Файнал Фэнтези и на мем нулевых All Your Base Are Belong To Us. А, тут очень сложно, тут надо знать кучу всяких игр и кучу-кучу всяких игровых мемов, да? О, прикинь, насколько... Дэм, вот об этом мечтали эпигеймеры. Аниматоры вдохновлялись центральным вокзалом Нью-Йорка, чтобы создать общую для всех персонажей среду. Количество персонажей... Слушай, а он прям реально очень похож. Ты видел, там даже окна такие же сделали, да, да. А я когда смотрела, поэтому мне казалось немного как-то знакомым это помещение. Я никогда не была на центральном вокзале, но как будто фотографиям ты его где-то видел, может быть, в фильмах или где-то еще. Огромное. Есть целый список всех камео. Можете ознакомиться. Думаю, давайте просто бахнем штук 10 плюсов за все это дело, не будем... Оп-там. Нормально. Я? Да, рили. Важная деталь классного канона Ральфа не умирать вне своей игры. Это создает реальный риск для персонажей и доводы не лезть куда не просят. Запрещенка. Есть овощи, фрукты? Нет. Нету, откуда? На, вот приятель. Только от Пэкмана. Все еще будет. Вишни – показатель позиции Ральфа. Он по факту их украл. Это плохой поступок. Даже незаконно пронес на станцию. Но подарив Вишню пострадавшим, показал, что на деле он хороший человек. О, тут было грустно. Скриллинс, да. А тут было грустно, когда, знаешь, они все тусят. И Ральф такой пришел, такой, типа, чуваки, я с вами хочу потусить. Они такие, ты все ломаешь, иди отсюда. Скриллинс, я даже не знаю, как это читается. Он также входит в число композиторов картины. 30-летней годовщины игры. А меня позвать не подумали? Сам пришел, да. Ральф, сделай, чтобы он убрался. Как дела-то здесь? Живы все, а? А то вроде был хлопок. Я уж думал, не взрыв ли? Всего лишь праздничный салют. А что праздничный? Как же вы? Атмазная, да, тетрадка. Ты же мелодия? Да, да, тетрадка. Да ладно. На что я это напоминаю? Ты помнишь, что смотрели Шти-Клишти? Когда этот ведущий какой-то американской телепередачи пытался пророться Джин Карана, и она такая, знаешь, да, я не жду гостей, да, я очень занята, извини. Это типа тоже самая ситуация. Долго еще, Феликс, а то пора уже торт выносить. Торт? Это, конечно, славно. Ну, сам врать не буду, не пробовал. Нажалось, нажалось. Я хотел попробовать. Жаль, не хочешь в гости зайти, так бы отрезали кусочек. Э, здорово, ребятки! Диалог с Майндгеймсами. Ральф использовал салют как повод зайти в гости, вынудив Феликса рассказать о празднике. Притворившись незнающим о годовщине, Ральф уже выставил свою причастность к тусовке. А информация о торте позволила пробить оборону Феликса, надавить на его слабое место, жалость, и заставить сказать Феликса то, что Ральфу и нужно предложение отведать торт. Спокойно. Все нормально. Пару минут назад нам рассказали, как работает смерть в мире игр, и тут же это продемонстрировали. На нонс своей игре. Апельсиновой. Грячься со всеми. Посмотри, вот как, допустим, возьмем ее и вручим Ральфу. В этот раз. А ты, дружок, плохой, принесешь медаль, выделим тебе квартиру пентхаус, и кроме как ломать, ничего не умеешь. А вот и нет! Я заработаю медаль. Ох, я такую медаль принесу. Сильный, обоснованный, и понятный конфликт. Еще мне понравилась фраза про «ты можешь только ломать», а Ральф это и сделал. Сначала нам кажется, что это плохо, но в будущем это хорошо раскроется. В баре Таппера есть стена с подпектами знаменитых персонажей. Походу отсюда на кокрутуру Брауна Дэнджи и его инистрации голливудских актеров. Он что, серьезно? Какой там? Нет, один. Всего лишь один. Абсолютно серьезный. Я оттуда прямиком к тебе, Таппер. Ты же хорошим советом всегда рад помочь. Может, кто из клиентов медаль оставил? Что у нас тут? Пишу. Пишу. Эй! Целую неделю в игре! И каждый день достреляй насекомых! Мы все ради какой-то паршивой медали! Это что-то за медаль? Медаль? Да. Медаль? И служат в нашей роте. А, поэтому был таракашка в ящике вылез, ему на руку и сел на него и тот сейчас увидит и все. Потрясающая связка событий. В баре Ральф наткнулся на персонажа, который рассказал про медаль. Совпадение? Нет. Ральф в баре, чтобы получить совет от Таппера. И именно в баре напился персонаж из стрессовой игры. О поиске медали нашли жука, которые играют важную роль в сюжете, также подарившие Ральфу костюм. Ну, тут наворотили. В интерфейсе шлема есть сообщения от других военных, настолько детали продуманы. Моё! Адам! Нам показали важное свойство этих жуков, поглощение способностей. Это важно для финала. Каждый день новые гонщики. Круто! С ежедневным обновлением персонажей классно придумали. Благодаря этому ночью в мире Sugar Rush персонажи продолжают жить и бороться за место в списке играбельных персонажей. То есть у Ванилопы тоже есть конкретная цель. Куда громил оделся? Я потяню! У нас играют! Видать, у нас возраста ку-ку! Как мы лети вообще? Ну если не починят, значит пора на покой. Как мы и тещи. Да, мне шутки просящие, хорошо быть не про маму, спасибо. Наш игровой автомат обречён! Одно лишь решение Ральфа уйти привело к важным событиям. Все персонажи игры поняли, что без Ральфа им никуда, хотя те его не ценили. Второе, игру могут навсегда отключить, если Ральф не вернётся. То есть запускается важный таймер. Не влупляться! Благодарю за службу! Медаль героя! Ух ты! Да ладно парни, вольно! Разойдись! Все! Да! Мужество! Вот смотрите, Ральф же знал, что нельзя наступать на яйца, но получив медаль, его слепила тщеславие и гордость, отчего он и забыл про опасность. Если бы это был Ральф из финала мультфильма, он бы не слеп от славы, то есть Ральф ещё не готов, что его и погубило. Ну поэтому мультик сразу не закончился, потому что если бы он просто получил бы медальку и мультик бы закончился, это было бы очень странно, знаешь? С учётом про просто. 20 минут мульта! Привет, дядяка! То есть ты сам с тобой на вы? Так веселей! Эй! Слушай, а может ты помш? Так от тебя воняет, что мне уши заложило. Это ещё что за воспитание? Мой единственный билетик в счастливую жизнь. А теперь это мой В знакомстве Ванилопы и Ральфа нам быстро представили характер девочки и намёк на её глюки. Ты что, про кибер-жуков в первый раз слышишь? Кибер-жуки, они как вирус. Они не знают, что мы играем. Не отвлечёшь ярким светом, они пожрут сладкий форсаж. Тут же примутся за следующую. Вот это хорошие, жёсткие условия. Законы кибер-жуков простые и хорошо вписываются во все необходимые сюжетные линии. Размножение, то есть таймер до финала, угроза всей игре и другим аркадам из-за их исходного кода и маленькое упоминание про яркий свет, как их слабое место, чтобы не были слишком сильными. Ну, знаешь, ещё так специально всё замиксовали, кажется, такой локальный конфликт. Просто Ральфа не ценили, он такой психанул и просто ушёл из игры. А в итоге всё вот так вот развилось, что теперь конец вообще всем автоматом может наступить. Я тоже лечу. Ещё чего выдумал, коротышка. Я запрограммирован устранять разрушение от Ральфа. Работать за меня, да ещё с риском для жизни. Мотивация Феликса исходит из самих канонов игры «чинить после Ральфа». Также его мотивация в спасении игры, естественно, это то, о чём я говорил в начале. Игра слов с отсылкой на певицу глюкозу. В оригинале же Ральф делает отсылку на фильм «Дети кукурузы» «Children of Koran». «Children of Candy Koran». Мне кажется, ссылка была не на глюкозу, а в смысле, что знаешь, сахарная, сладкая, типа сахар от и глюкозы, и поэтому была глюкоза. То есть ты можешь наглючит ещё? Да, типа глюк, глюкоза и сахар, типа вот в этом была игра слов. Не уверена, что на певицу. Я тоже. Снова смена действий базируется на конкретных правилах мира игр. В Аннелопе нужна монета для участия в матче, и теперь медаль Ральфа распалась в коде игры. Достать её можно будет только после завершения гонки. Либо вытащить прямо из исходного кода. Странно, что там можно использовать вообще любую медаль из любой игры. Я думала, должны быть определённые монетки, а так получается, любую фигню принеси и используй. Главное, чтобы золото было. Можно было пойти в что-нибудь полегче, там. Тетры с кого-нибудь поиграть. Ну да, медальку получить, да? Да, которая тоже играет важную роль в правде этого мира. Ральф снова проявляет черты хорошего персонажа, нежели злодея. Основа канона «Ральф всё ломает» дали Ванилопе идею создать машину с помощью силы Ральфа. То есть, она не просто такая «Тебе нужна медаль, так помоги». А именно в способности ломать, Ванилопа первая сумела разглядеть способность «Ну да, она такая думает, мало того, что просто помочь, так ещё можно как бы его использовать». Трудавась, чего Ральф сам в себе никогда не видел. В атмосфере висят частицы ванильной пудры, совсем от них сенсоры засахарились. Очень ловко отодвинули таймер поиска жука, спири фета на сахарную пудру в воздухе. Так бы датчик работал быстрее, что мешало бы ходу сюжета. Так что вашему Ральфу не служится, зачем самоволку рванул. «Кто ж знал, что он сделает от нас турбо?» «Сделает турбо?» «Ваши недавно установили. Самой популярной игрой была турбо, а потом появились дорожные войны. Он решил бросить свою игру». «Да это же турбошик!» «Игра сломалась!» «И он сам были отключены». Интригу по поводу того самого турбо наконец раскрыли и, конечно, очень гармонично в хорошем диалоге. Вывоз сломанных автоматов визуально схож с похоронами и вывозом гробов со скрыбочкой. «Ну да, что-то есть такое, знаешь, закат, тень такая длиннющая, это прям супер грустно». «Вновь тонкий намек на сюжетный поворот, ведь не зря турбо сделали персонажем гонок, как и игру ванилопы». «А ну успокойся!» «Они же тянутся ко всему смешному!» «Ещё врежьте!» «Бить надо сильнее!» «В наших руках судьба игрового зала!» «Мэ, мазохизм!» «Давай!» «Да!» «О, твой глаз!» «Сейчас исправим!» «Серый, сам иди!» «Фэш минист!» «Мэ, мазохизм!» «Мэ, мазохизм!» «Эта сцена гораздо глубже и интереснее, чем кажется». «Помимо хорошо выстроенных правил ситуации, сейчас отлично раскрылись отношения Феликса и Колхун». «Ну да, понятно, она им так впечатлилась, думает, фига себе, мужчина, такой поступок, знаешь, пошёл ради спасения». «Когда она ударила его, второй раз, эта жёсткая и суровая женщина шлёпнула его очень мягко, ведь на самом деле в ней осталась забота и эмпатия. Колхун не сразу решилась врезать снова, а таки ударив, сразу забеспокоилась о травме Феликса. Он же проявил черты истинного героя, сказав, что спасение игрового зала гораздо важнее собственного здоровья. Феликс пожертвовал болью, да ладно, у него молоточек есть, ему чуть-чуть потерпеть надо было, потом сразу полечил. Ну, хотя тоже неприятно было. «Косения Колхун и своего народа и помогает ему, да, основы правила игры фиксит Феликс, молоток, что чинит всё, что угодно. Я думала, вообще молоток чинит как бы, ну, предметы. Странно, что молотком себя по глазу долбаннул и сам себе получается, ну, как бы и доктор, как бы, ну. Охранник в мире сладостей это лицо известного кондитерского кафе с пирожными Бирд Папа. Ааа, я не знаю, смотри, реально, вон, и даже он говорит «Говорит Бирд Папа». Блин, ну это надо знать, это надо знать. Я же не знаю. Это типа, как, знаешь, говорит Дед Яшкина, ну, или кто там конфетки делает, знаешь, или там говорит женщины там как-то «Консьержка Рошен», ну, знаешь, это же как бы местные какие-то там их фирмы. Папа. Ну что, еще одна игра? Ну, это мини-игра. Сами с ним тесто. Направляй ингредиенты в миску, а ты что творишь? А купею. Нагрей духовку и поддерживай нужную температуру. Мини-игра подстроена под управление самой игры, то есть игрокам придется также управлять рулем либо аккуратно жать на педаль. А где тачки? Самим сделать нужно. Не, извини, тут я не помощник. Я только ломать умею. Нет, да, так, фу! Держи, не дыши, не дыши! Дыри! Ясно! Ай-яй-яй. Она здесь скажет, как-как офигенно, да. Офигенно. Вот об этом я говорил. Ральф впервые что-то создаст, а не разрушит благодаря Ванилопе. Так мало того, что он создал, так еще Ванилопа в восторге осталась. Посмотри, да? Догазуй! Еще не пробовала управлять машиной с мотором. Чего, чего? Это походу намек на стирание памяти всему населению игры. Поехали! Вау! Сижай за руки! Офигеть! Такая простая способность сильные руки, а так идеально вписывается во все действия в сюжете. Я как-то говорил уже, что гениальный сценарий можно определить по простейшей основе. В мире Ральфа законы его игры описываются двумя словами, и на этих законах двигаются персонажи. Один, чинь-трой, фиксит. Я не увижу больше своей медали. Отчего столько шума за какой-то там... Я сплю на свалке. Не гигиенично, одиноко и больно. Принес бы домой медальку, у меня бы все было бы. Перки, тортики. Выиграть гонки для меня это то же самое. Невероятный диалог. После погони разговор плавно перешел на медаль, главная цель Ральфа, символ признания общества. Об этом он и говорит Ванилопе, что нелегка жизнь отшельника. В этих глазах вы видите... Да, так Ванилопа ж такая же точно. Ее что же, она говорит глюченная, никто ее не принимает, она тоже на отшибе, она такая, блин, бро, я тебя так понимаю. Понимание, ведь Ванилопа точно такая же отшельница. И, конечно же, она отражение Ральфа с такой же целью. Ему тоже ее жалко стало. Для чего ей тоже нужна была медаль. Тут горячие ключи. Берегись падения Ментеса. Вроде недостроенный бонусный уровень. Ну тут вообще без вопросов офигенно придумали. Знаменитый дуэт Диэк Курри и Ментеса превратили в Зонган. Эта локация важна по целому списку причин, которые идеально вписываются во всю сюжетную линию. Скоро по мете. Смотри, вот он мой дом. Одна живешь? Вот здесь на помойке? Ну, да. Ко, помойка, выбор. Мы с тобой похожи. Ни у тебя, ни у меня не было выбора. Ну, отчего и уйти-то из этой игры. Глюк не может. Подожди, что с шестиком плюсом стало? Я так что заметила. Ты заметила? Свою программу. Вот это очень важная деталь, тоже хорошо вписывающаяся в канон мира игр. Багнутые персонажи не могут покидать свою игру, что объясняет все действия Ванилопы и подтвердит уговор между Ральфом и Королем, но об этом позже. Эй, что все хуешь? А он ей трассу делает. Надо учиться водить. А для этого нужна трасса. Идеально ровная. Ванилопа раздокировала у Ральфа способность создавать, а не крушить. И что он сделал? Создал трассу, чтобы Ванилопа сумела выиграть приз. Вот это я понимаю. А этот момент дает ей понять, на что способны ее глюки. Дай бог, кого-нибудь спасет. Ну это мощная отсылка. Мы в детстве таки записывали коды для Еггерс. А, да. Ты не писал? У тебя была мошка такая. Особенно где-нибудь там Mortal Kombat или что-нибудь еще. А, нет, чит коды. Что же надо открывать? Вверх, вверх, вниз, вниз, вниз. Нет, а что это? GTA тоже было на компе. Ты выписывал себе кучу. А у меня был список кодов на симсы. Тоже там на деньги, на эмоции, на вот это все. Да, все так делали. Сегу, потом 3GTA. Это я, Old. О, ха-ха-ха. Аниматоры визуализировали узлы, которые есть, ну, в большинстве программах. То есть, исходный код реально выглядит примерно так. Можно было бы показать исходный код, как он буквально его редактирует, либо те же 0-1, но так зрителю было бы вообще непонятно. Получилось! Вся эта сцена просто переворачивает наше понимание ситуации. Возможность менять исходный код. Зачем королю медали? Почему он ее сразу не отдал? И вообще, от чего Ванилопа где-то в стороне? Лицо до сих пор красное. Может, его еще раз молотком? То вы, ну, просто атомная женщина. Атомная женщина. А, все, я торгла, да. Типа, как ты узнал? И все, я там торгла. На выход! Да. Я же это, в хорошем... Развитие отношений Феликса и Колхун. Без вопросов, в них верится, травма прямо связана с нынешним конфликтом Гуд. Я обязана вернуть Ральфу медаль. Он без нее жить не может. Подожди! Сейчас! Я добыл одну вещь! Король! Как видишь, я без оружия. Смотри. Медалька? Ванилопа... Ну, забери. Блин, тут такая была грустная сцена. То, что Ванилопа побежала за пряничком, который она сделала для Ральфа, а он ее, как бы, предал, и ты такой, типа, разбьет все то, что создавалось. Ну, как ты мог, ну. Если Ванилопа возьмет золото, когда люди увидят, как ее г-г-г-г-г глючат, и нас отправят на вечный ремонт. Мои подданные станут бездомными. Помоги! Гуманитарная катастрофа, короче. Это не глюк, это фишка. Это потом, не багать, а фича, да? Ну, и славно. Это очень хирургически точно выстроенный момент. Ральф не желает верить королю, но из-за того, что слова короля совпали со словами Ванилопы, Ральф все же поверил. Ванилопа сказала, что не может выйти из-за глюков, и король о том же. То есть, и Ральфу есть смысл ему верить. Второй важный момент. Ральф подучил медаль, то, к чему он стремился полфильма, и никакой радости не испытывает. Кем он был и кем стал? Чтобы окончательно... Потому что он понимает, что это, знаешь, такая грязная медалька, знаешь. Да, совесть продал бы меня. Да, и он такой, блин, нет, он понимает, что вроде как король так все складно сказал, что плохо, если там все останутся без автомата, без дома, но все равно, как ты знаешь, червячок сомнений это точно неприятненько. Для персонажа нужно, чтобы его цель при достижении уже не имела смысла. Привет! Спрятал, спрятал. Вот, вот этот вот момент, он же потом узнает, видишь? Такая максимальная милота. А, я ошибался. Ральф так и получил свою желанную медаль, но это правильней, ведь на самом деле он мечтал стать хорошим героем, а не пустого признания. Ну вот, кому нужны эти глупые гонки? Ну, правда. Может, плевать на кубок? Тебе нельзя участвовать в гонках. Что? Ну-ка, погоди. Мне король карамель ее отдал. Да, спалила. Ты меня продал? Я спасу тебя. Хочешь ты или нет? Они решат, что автомат снова. Поплевать! Сейчас жесткий момент вообще, да? Угу. Когда она сидит, на это смотрит, на эту свою мечту, на свою машинку, он фигачит, прям приняет. Это такой, как ты мог? Он такой, Это сильнейшая сцена за весь мультфильм. Да, и в конце еще разбитая написана табличка с дизайн Ральфа и Ванилопы. Идеальная цепочка событий привела Ральфа к решению не допустить Ванилопу к гонкам, а та из-за наличия медалей обоснованно ему не верит. Автомобиль символ их дружбы, символ первого творения Ральфа, символ того, что Ральф стал для кого-то положительным героем. И его пришлось сломать руками, которыми он только начал что-то создавать. Это переломный момент для Ральфа, ведь этот единственный персонаж снова называет его плохим героем. Что еще важно, Ванилопа сама слезла благодаря глюкам. Что есть, почему она не остановила Ванилопа еще не способна их контролировать? Это случится позже. Все это Ральф делал с главной медалью на шее, а корпус символично разломался между именами Ванилопы и Ральфа. Эй! Я смотрю, получилось. Утром автомат будет отключен. Все уже свалили, короче, оттуда. Не хотел я, чтобы вот так. Ну а чего ты хотел, Ральф? Да кто ж знает, я же... Признание он хотел. Прям в экран. Не, так сейчас важно. Он же увидит, что там важный персонаж Ванилопа. Во. Да, да, вот этот момент. Вы же понимаете, насколько этот дохрелен ультра символичный момент. Ральф находится в пентхаусе, о котором мечтал, и бросает прочь оттуда медаль, к которой так стремился. Прослиная этим свой выбор, результатом которого стал этот оранжево-красный плакат, чей цвет передает атмосферу конца изобвения. И этот бросок ныне ненужной медали типа случайно, но не случайно приоткрывает важную деталь по игре Ванилопы. А этот сюжетный поворот нам частично тизерили каждый раз, когда показывали ее. Да, тут же сбоку-то было нарисовано, что Ванилопа на автомате, но ты что, про это не знаешь сначала? Дэн, сан. Если Ванилопа просто погрешность игры, что делает ее портрет на игровом автомате сбок? Все, спалил. Ванилопа была гонщицей, пока король карамель не попытался угарить ее данные. Так вот отчего ее глючит. Он запер сегменты нашей памяти на замок. Он на все пойдет, чтобы она не выступала. Только она финиширует. Игра перезапустится. Допрос Шарика раскрывает истинные мотивы короля, которые не отрицают его предыдущие доводы касательно Ванилопы, но превращает его в полноценного антагониста. Теперь враг истории не Ральф сам себе, а он же король. Подожди, там еще в конце будет вот это поворот с королем. Еще кажется, кто это король? Что это за персонаж? Все такие вааааа Игра перезапустится. Турбо тот самый. Он же истет турбо. Он же свалил. Да, он же импостер, двойной импостер, понимаешь? Он вообще максимально гадостный. Запуск игры при финишировании создает идеальные четкие условия для всех персонажей. Выпустите, пожалуйста. Угу. Киню. Вот об этом я говорил. Ситуация показала, что ломать иногда даже лучше. Впервые Феликс пострадал из-за способности чинить. Я с тобой не разговариваю. Ну ладно, почини машинку, и я оставлю тебя в покое. Один, сижу здесь! Ты когда-нибудь чувствовал себя одиноким и всеми отвергнутым преступником? Всегда чувствую. Серьёзно? Оттого я и ушёл. Феликс решил помочь, потому что весь его путь был знакомством с условиями, в которых живут злодеи игр. Теперь он реально понимает драку. Ну да, короче, проникся как-то мужить в отшельникам, где-то на помойке тут в камере. К тому же, основа их игр продолжает двигать сюжет, ведь Феликс починил машину Ванилопы. Непереводимая шутка. Ассортии фанатов, а эти с орехами. Фраза «going nuts» означает типа «психовать». Разрешенность английский. Бонус! Бонус! Вадим! Чё это? Интересные детали гонки. Как вывести Ванилопу вперёд так, чтобы зритель в это поверил? Ну вот, вот чтобы вы придумали. Я-я не знаю. Здесь многие игроки вывелись из строя благодаря оружиям, и это реальная тактика в некоторых гонках. Подождать позади, пока другие друг друга перебьют. А главную троицу Ванилопа обогнала, используя глюки, хотя ещё не полностью их освоив. Вон, видишь, он подключивает, и вот тут видно его. Уже турбо. Да. Крупнейший сюжет. Ты поверился. Это ещё больше всего объясняет. Теперь мотивация короля понятна. Это тот самый турбо, мечтавший остаться лучшим годом. Знаешь, кстати, турбо вот в игре, я бы не хотела в эту игру, наверное, играть. Какой-то он криповый, посмотри. Какой-то скелет какой-то, не знаю, или вампир. И такой, обычно представляешь себя главного персонажа. Ну да, он всё равно какой-то миленько нарисован. А тут как бы как-то не миленько. Посмотри на его мордаку. Причём, можно было догадаться, ведь турбо и сладкий форсаж гоночной игры. Да и он первый, кто переехал в чужую игру. И раскрылась эта тайна из-за прикосновения глюка к инородному персонажу. Одно только не ясно. Почему турбо заменил именно Ванилопу? Она же на постере самого автомата. Разве нельзя было выбрать кого-то менее заметного? Ну, конечно, она была как раз-таки главной, чтобы занять её место. Теоретический момент научил Ванилопа контролировать свою силу, что откроет двери к важным событиям. Ну, такое аниме часто используется, мы знаем, так как способности проявляются, да, классика. Всё, выбираться отсюда надо. Нет уже финишной черты. Чего, марш, на выход отсюда. Она жглюченная, да. Ай-яй-яй. Ничего не сделать без мощного источника света. Досочка, одолжите. Полишь ментосов. Ну-ка. В озеро колы. Стать самым могущественным и страшным вирусом игрового зала. Зля! Нет! Ванилопа! Ты не обожаешь кем быть. Я плохой. Это хорошо. Вот, это в начале. Но это неплохо. И мне не надо другой судьбы. Судьбы. Аки Супермен. Нет, 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 нет. Я снова ошибся. Это сильнейшая сцена мультфильма. Кульминация всех сюжетных линий прописанных в идеале. О, я уже сто плюсов вижу, смотри. А-а-а. А-а-а, ты смотри. Навел Ральфа на отрижный план, о котором мы также могли догадаться. Основа канона Ральфа продолжает двигать сюжет. Он ломает сзали же Ментоса. Но снова сюжетный поворот. Поглощающие все жуки стелились в турбо. А их способности летать подарила Ральфу идею, как все закончить, принеся себе в жертву. Это решение завершает путь Ральфа в становлении хорошим героем и принятие себя. Во все это верится. Ничего друг другу не противоречит. И Ральф наконец произносит монолог из общества злодеев. Ванилопа, освоившая глюков, спасает Ральфа, повторяя сцену из обучения. И деталь, которую никто не замечал. Машина Ванилопа-то далеко у финиша, вместо неё она использовала... Да, какую-то другую я заметила. А, так я думаю, какой-то на другой машинке. Вот где была пасхалка. Которая осталась у выхода. Вот это я понимаю внимание к деталям. А чё вы летите на свет? Злодей погибает сам. Я о том, что он сам решил уйти в другую игру, в которой не переродишься. Я ищу своего коллегу. Зовут Ральф. Не у вас ли мой друг Ральф? Вот это ремонт, братец! Динамика отношений Ральфа и Феликса. Сначала он называет его коллегой, затем друг... Теперь уже братец. Братец, да, братан. А вот он сын. Да, сынка. Всё, перезагрузилась. Турбо встал на место именно Ванилопы, ведь она местный монарх. Теперь её постер имеет больше смысла. Знаешь, ты мог бы остаться и жить во дворце. Я и так счастлив. Вот чудеса! Ральф вернулся! Делать своё дело с удовольствием. Я всё думал о тех беднягах, оставшихся без игры. Мы как-то славаем! Позвали их помогать на призовых уровнях. Правильный финал. Слушай, а нормально вообще там? Хозяин автомата ничего не удивился, что внезапно у него какой-то призовой уровень появился с какими-то персонажами из другой игры. Ну, наверное, прошивочка пришла. Да, так что же тратить выключение, тренд во второй части будет. Я не сомневался. То, что бездомных персонажей позвали на бонусный уровень, это своего рода самоирония мультфильма. Кроссовер всех игровых персонажей в одном мире в итоге происходит и в самой игре Фиксит Феликс. Но больше всего я люблю в работе ежедневный ритуал сбрасывания с крыши. Когда меня поднимают, открывается вид на сладкий форсаж. Ральф напрямую превратил унизительный обряд сбрасывания с крыши в большую честь и удовольствие. Так считай его, они как сбрасывают, они как будто его прям на руках качают, знаешь, как звезду. Так он лишний раз увидит ту, что помогла принять себя и стать хорошим. Не надо мне видать, что быть хорошим. Если эта малышка со мной дружит, ну разве я плохой? Ральф один из лучших оригинальных проектов Диснея. И, конечно же, отличное наследие в истории анимации, хоть в резерв пускай. Финальные титры просто отдельно офигенные. Персонажи в стиле разных игр. О, приколе. Смотри, как классно выглядит, да? Нет, всем ку. И, а, да, саундтрек у мультфильма потрясающий, чуть не забыл. И еще дополнительный плюсик. 114 плюсов. 114, да. Ну прям мощно, мощно. Мощно. Ну что, а как тебе, Ральф? Помнишь, мы с тобой достаточно давно? Я помню, что он был классный. Он был прикольный. Он был хороший. Он чем-то похож на головоломку. Ну, потому что тоже какой-то другой мир. Одинаковый, да. Хотя нет, он похож на всем игроку приготовиться, потому что все-таки там игровая тематика. Знаешь, почему он хорошо, наверное, работает? Потому что там хорошо реально прописаны взаимоотношения персонажей. Ты в них во все веришь. Ты веришь в любовную линию, ну, вот этих двух персонажей, которые Капитана и этого Чинилу, понимаешь? Ты веришь в отношения Ванилопа и Ральфа. Ты понимаешь там, что Турбо, вот его мотивация. Он такой, ха, вот эти вот поворотики. И как бы оно все очень классно складывается. И все это с очень многими отсылками, которые даже ты, ну, не знаешь, даже если в игры не играл. Ты все равно видишь эти все пасхалки, думаешь, о, прикольно, да? Есть такое ощущение. В общем, такая получилась реакция. Можешь посмотреть в конечке. Мы оставим ссылку на... Грехи. Да, по Ральфу, ну, нашу реакцию спустил. Вот, спасибо за просмотр, пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.